Яркая, сочная, своя. Все это Владимирская вишня. На дворе макушка лета и это время для сбора самой популярной ягоды нашего края. История Владимирской вишни насчитывает более восьми столетий. Зацвела она в нашей губернии еще при Андрее Боголюбском. И многие века пользовалась большим спросом. Вишню из Владимирских садов поставляли и к царскому столу, и к столу патриарха. Вишня так давно на Владимирской земле, что теперь она везде в каждом саду существует. И вот исходя из этого, более 10 лет назад администрация города пришла к выводу, что нужно эту традицию возрождать. Потому что вы, наверное, помните, что даже до сих пор на проспекте мира еще где-то в городе есть дикие вишневые сады. Потому что они были повсюду. У нас было более 400 вишневых садов в городе. И, соответственно, все начиналось очень интересно с вот таких мероприятий. А потом пришло к тому, что благодаря нашему празднику мы возродили один из сортов, который был утерян. Вот знаменитый Васильевский. Вишневый спас в областной столице отметили широко. Сразу на нескольких площадках областной столицы. Для жителей и гостей Владимира подготовили насыщенную культурную программу. Вишневый спас – один из самых любимых и популярных праздников не только среди владимирцев. В этот день в вишневую столицу приезжают сотни туристов. Я думаю, что это прекрасный праздник, который собирает людей от мала до велика и который позволяет нашим творческим коллективам представить свою деятельность. Поэтому я думаю, что это очень хороший праздник, это очень хорошая традиция уже стала у нас в городе Владимире. Поэтому, чтобы это дальше продолжалось и развивалось. Главной площадкой праздника по традиции стали патриаршие сады. Место выбрано не случайно, ведь именно здесь широко представлена любимая Владимирская ягода. К спасу она успела созреть, гости праздника могли оценить ее неповторимый вкус. Самая главная ягода в нашем саду – это вишня. Пять сортов вишни в саду произрастает. Это сайка, бель, родителевая вишня самая сладкая, владимирская и васильевская вишня. Все ягоды у нас на вишневый спас – это с нашего сада. Поэтому праздник такой у нас аутентичный, красивый, ароматный и вкусный. А еще творческий. В патриаршем саду в этот день можно было поучаствовать в разнообразных мастер-классах. Вот, например, здесь владимирцы учились расписывать магниты. Яркие сувениры им помогали делать и воспитанники станции юных натуралистов. Роспись – это очень интересная. Вообще, роспись – это очень сложная штука, потому что это очень монторика нужна. Очень большая такая. Этому надо учиться. Но можно, конечно, и нарисовать самому. А здесь главный символ праздника владимирцы делали из ниток. В помощь нужны только ножницы. И по итогу получается мягкий и объемный сувенир. Покажите. Ну, в идеале это должно быть. Вот я на своих ушах демонстрирую. Вот такая вот вишня. Вишня. Ну, цвета разные. Еще одной площадкой праздника стал Спаский холм. Здесь владимирцы могли приобрести уникальные изделия от местных мастеров. Творцы не только представили свои лучшие работы здесь, но и активно делились секретами их изготовления. Например, как сделать лоскутные бусы. Вырезать такие кружочки, набирать на иголочку вокруг, в середину вставлять синтепону кусочек и прошивать просто иголочка вперед-назад. Образуются такие вот бусинки. И между этими бусинками можно потом вставить какие-то красивые там или деревянные, да, или пластмассовые бусинки такие, чтобы оно дополняло вид и колорит. То есть я могу на себя даже одеть, показаться, вот это не смотрится. Гуляли вишневый Спас в этот день также по всей Георгиевской и на Шалопаевке. Там было весело, познавательно и, конечно же, вкусно. Гостей баловали свежими ягодами и уникальными вишневыми блюдами.